Отца и Сына, и Святаго Духа. Слово Святаго Иоанна Златоострова о девстве. Продолжение. Что ты говоришь? Ты призывая меня срождаться с демонами, потому что наша брань не против крови и плоти, Ефесянам 6, 12, повелевая противостоять естественному униистов, убеждая совершать подвиги с плотью и кровью наравне с бесплотными силами, ты упоминаешь только о земных благах и о том, что мы не будем иметь скорби, происходящие от браков. В самом деле, почему апостол не сказал так? Если дева и вступит в брак, то не согрешит, но лишит себя венцов за детство, многих и незреченных даров. Почему он не перечислил благ, предлежащих им после борьбы, как они пойдут во сретение жениха, как получат блестящие светильники, как с большой славой и смелостью войдут в брачный чертог вместе с царем, как будут блистать больше всех близ его престола и седалищ царских. Об этом он не сделал и кратко упоминания, но как выше, так и ниже упоминает об освобождении от житейских неприятностей. За лучшее признаю, говорит он, хорошо человеку оставаться так, вместо того, чтобы сказать, ввиду будущих благ, говорит по настоящей нужде. Далее опять сказав, «Если девица выйдет замуж, не согрешит, и умолчав о небесных дарах, которых она лишила себя, говорит, таковые будут иметь скорби по плоти». Это он делает не только до сели, но и до конца, и опуская указания на будущих блага, снова приводят ту же причину. Время, говорит, уже коротко. «И вместо того, чтобы сказать, я желаю, чтобы вы блистали на небесах и явились гораздо славнее вступивших в брак, он и здесь продолжает говорить, «А я хочу, чтобы вы были без забот». 1 Коринфянам 7.32 Так поступает он не только в этом месте, но и беседуя, перенесение, обид, употребляет тот же способ увещания, сказав, «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его». Римлянам 12.20 Заповедав такое дело, повелев преодолевать потребность природы и бороться с таким невыносимым пламенем, он в словах о наградах умолчал о небе и небесном и указал воздаяние за это во вреде для оскорбителя. Дело Исия говорит, «Ты соберешь ему голову на горящие угли». Римлянам 12.20 Для чего же он употребляет такой способ увещания? Не по неведению и незнанию, как можно склонить его бедей слушателя, но потому, что он больше всех людей отличался от этого добродетеля, то есть способность убеждать, откуда это видно, из сказанного им. Где и каким образом? Он беседовал с Коринфянами. Мы сначала разберем сказанное им о детстве, в которых он, «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». 1 Коринфянам 2.2 «С которыми он не мог говорить, как с людьми духовными, и питал их еще молоком, ибо они были плотскими, за что и упрекал их в этом послании. Ибо вы были еще не в силах, говорил он, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». 1 Коринфянам 3.2-3 стихи. «Посему он побуждает их девство и отклоняет от брака земными благами, видимыми и осязательными. Он хорошо знал, что людей молодушных, низменных и приверженных еще к земле можно скорее привлечь и по очереденными благами. Почему, скажи мне, многие из людей невежественных и грубых и в маловажном и важном деле без страха клянутся Богом и нарушают клятву, а не решатся начать клятву головою своих детей? Хотя нарушение той клятвы и наказание за нее гораздо больше, чем за последнюю, но они все-таки скорее употребляют первую клятву, чем вторую. Так и относительно помощи бедным на них не столько действуют слова о Царстве Небесном, хотя бы часто повторяемые, сколько надежно на что-нибудь полезное в здешней жизни и для их детей, и для них самих. Они тогда особенно склонны к такому попечительству, когда надеются получить облегчение от продолжительной болезни, избежать опасности, достигнуть какой-либо власти начальства. И вообще оказывается, что большинство людей скорее убеждается тем, что близко перед ними, что больше действует на их чувства, то скорее побуждает их добрым делам и сильнее устрашает дурных. Посему и Павел так говорил коринфянам и римлянам, побуждал перенесение обид настоящими благами. Слабая и оскорбленная душа не так легко отбросит яд гнева, если уж услышит о Царстве Небесном и получит отдаленные надежды, как тогда, когда будет ожидать наказания обидевшему. Итак, желая пресечь корень злопамятности и пока успокоить гнев, он приводит то, что было действительное для утешения обиженного, не лишая его назначенной награды в будущем, но стараясь пока вывести его каким бы то ни было образом на путь любомудрее открыть двери к примирению, ибо самое трудное дело приступить к началу подвига, а поступление труд бывает уже не так велик. Но Господь наш Иисус Христос не так поступает, беседуя как о детстве, так и о перенесении обид. Беседуя первым, Он указывает на Царство Небесное, «Ибо есть копцы», — говорит Он, «которые сделали сами себя с копцами для Царства Небесного», — Матфея 19, 12, «когда же Он увещает молиться за врагов, кто не сказал ничего вреди для обидевших и не упомянув о горящих углях, но предоставив говорить все это к людям малодушным и низменным, побуждает к этому высшими благами». Какими же? «Да будете говорить сынами Отца вашего Небесного», — Матфея 5, 45, «Смотри, сколь великая награда, потому что слушателями его были Петр, Реак, Юкеан и сон прочих апостолов. Посему он и побуждал их духовными наградами. И Павел сделал бы то же самое, если бы речь его относилась к подобным людям. Но так как он говорил Коринфянам, весьма несовершенным, то он и указывает им на ближайшие плоды трудов, чтобы они охотнее приступили к упражнению добродетели. Посему и Бог награждал иудеев, не упоминая о царстве небесном, земными благами. А задумные дела угрожал негиенную, но несчастью в этом веке, голодом, язвою, болезнями, воинами, пленом и тому подобным. Ибо люди плоские скорее этим удерживаются, и этого более боятся. И менее заботятся о невидимом и настоящем. Поэтому Павел останавливался больше на том, что особенно могло подействовать на их грубость. Кроме того, он хотел показать и то, что некоторые другие добродетели, возлагая на нас много трудов, все плоды собирают в будущем времени от детства, при самом подвижничестве в нем доставляет нам немалое воздаяние, освобождая нас от таких трудов и забот. Вместе с тем, он предложил еще нечто третье. Что же? То, что это дело должно считаться в числении невозможных, но весьма возможных. Он делает это очень пространно, объясняя, что брак имеет весьма много неудобств. Как бы так, обращаясь к кому-нибудь, это дело кажется обременителем и трудным, но я потому самому и предлагаю тебе приняться за него, что оно весьма легкое, так как доставляет нам гораздо менее забот, нежели брак. Жаль мне вас, говорит он, и не хочу, чтобы вы имели скорби, потому и не желаю, чтобы вы вступали в брак. Какую же скорбь? Может быть, скажет кто-нибудь. Напротив, мы находим, что брак доставляет большое удовольствие, наслаждение, и, во-первых, удовлетворение страсти со всей свободой и без причинения какого-либо насилия природе немало служит к облегчению, а потом, и остальная жизнь освобождается от уныния, нечистоты, и бывает полна приятностей, веселья, радости. Ибо люди, угождающие плоти роскошным столом, нежными одеждами, мягкую постелью, постоянными омовениями, благовониями и вином, нисколько не уступающим благовониям и многими другими и различными излишествами, вследствие брака доставляют ей большое наслаждение. Продолжение следует.